Это была последняя ночевка наших солдат на афганской земле. Последняя перед первым для них днем мира. По-разному заканчиваются войны. Это кончалось вот так, в заранее определенный день и в обусловленном месте на советской границе. Ровно 11 месяцев назад в Дженеве была названа дата 15 февраля. И вот сегодня на солдатских календариках вычеркнут последний день, отделявший теперь уже всех наших воинов от встречи с Родиной. Но что такое радость возвращения, можно себе представить. В этот день вместе с артистами поют даже боевые генералы. Да, вот так кончалась эта война. В песнях и тяжелых раздумьях о пережитом последними предстояло выйти из Афганистана самым опытным, самым закаленным воинам. Многие из них еще осенью должны были вернуться домой, но остались служить, чтобы не подвергать риску жизни своих молодых товарищей, чтобы не рассекла война судьбы тех, кому лишь предстояло идти на службу в армию. И вот прозвучали последние на афганской земле команды. Боевая колонна выходит на границу. Теперь все позади. Но не кончится для них война, пока по ночам будут сниться лица боевых товарищей, грохотать орудийные залпы и пулеметные очереди, рваться мины на дорогах, падать объятые пламенем вертолеты. Разве кончится эта война, пока живы матери и жены погибших, их дети, ставшие сиротами, пока еще не дан им четкий и ясный ответ на вопрос. Во имя чего? Долго еще не кончится война. И для командарма, героя Советского Союза, генерала-лейтенанта Громова. Пять с половиной лет жизни отдал он в общей сложности Афганистану. И вот 15 февраля 89-го. Ну что, я хочу сказать о том, что за мной ни одного советского солдата, офицера, прапорщика нет. На этом 9-летнее пребывание завершилось. Я хочу сказать еще о том, что нашим солдатам, которые прошли эти 9 лет, ну, надо памятники ставить, наверное, так. Ну что же, счастливого вам службы, теперь уже в мирных условиях, и чтобы никогда ни вы, ни один наш воин не переступали больше границу войны и мира. Ну а теперь вот встречает вас сын. И тысячи людей сейчас ждут в термезе наших воинов. Как долго мы ждали этого последнего вывода. Товарищ генерал армии, соединение части ограниченного контингента советских войск, завершив выполнение задачи по оказанию интернациональной помощи Республике Афганистан, выведено на территорию Советского Союза в полном составе командующей армии генерал-лейтенант Громов. Хлеб-соль родной долгожданной земли, ценные подарки от командования, многотысячный торжественный митинг, слова благодарности с трибуны, тысячи букетов цветов. Конечно, они заслужили этого. На груди у многих вижу боевые ордена и медали. Да, они рисковали жизнью, прошли огненные дороги войны и честно выполнили свой воинский долг. Первый после афганских дорог торжественный марш на родной земле. Получасовой привал, чтобы обнять родных и близких, что пришли навстречу, и снова по машинам. Уволенные в запас солдаты прямо отсюда разъедутся по домам. А остальные продолжат службу. Их путь вглубь страны к месту постоянной дислокации. Словом, военная помощь, действия наших советских частей и подразделений в Афганистане завершены.